Чтобы взять пробы, приходится опускаться на глубину. Так больше шансов получить чистый материал для анализов. В этом экологе полагаются на водолазов, только они могут достать до самого дна. Здесь, во-первых, присутствует течение и достаточно большая глубина для реки. Вот сейчас мы погрузились, глубина 17 метров. Экологам нужны именно ил и вода. Они покажут, ждать ли цветения этим летом и боятся ли в целом за экосистему. А вот так воду подвергает экспресс-тесту. Здесь же на месте ее проверяют на наличие кислорода. Сегодня его должно быть уже не меньше 6 миллиграмм на литр. Эта угроза для жизни водных обитателей не представляет. Содержание кислорода в норме, все в пределах допустимых значений. Экологи заверяют, массовое цветение можно предугадать уже после первых проб. Поэтому переносные лаборатории побывают на всех крупных водоемах. Анализ уже провели на Казанке, сейчас пробы на Волге. Сейчас мы обследуем те места, где у нас так называемые заводи. И результаты, которые отбирали для исследования в лаборатории, они будут готовы в течение недели. Через неделю станет понятно, стоит ли переживать за водоемы. По опыту исследований важно, чтобы в пробах не было много цианотоксинов. Именно они становятся самой благодатной почвой для бактерий. Рамиль Шайдорин, Александр Лобанов, ТНВ, Зеленодольский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин